Всем привет, снова здравствуйте, The Brush Семерочка. Поехали разбираться, что да как опять в The Brush. И вот такой вопрос назрел. Решил я для образца сделать вот призрачного гонщика. И вот вопрос такой, вот как вот сделать вот так вот цепь? Можно, конечно, от руки провести курвой, но это вариант тоже малодейственный. Получится, не получится, потом подгоняй её, верти, крути. Но давайте рассмотрим ещё вот такую штуку. Сейчас я цепь пока удалю. Вот есть модель, нужно вставить цепь. Рассмотрим, как это сделать. Первый вариант, погнали. Так, жмём Append, добавляем. Можно добавить вот Ring 3D, вот так вот. На него переключаемся и гнём, как нам надо. Выкручиваем вот так, ставим под любым углом. Можно приплюснуть, можно вытянуть. В принципе, можно сделать любую ему форму. Так, установим теперь вот эту сферу Ring 3D, как нам надо, чтобы вот поймать, допустим, руку. Ну и теперь самый прикол. Назначаем полигруппу Ctrl W. Ctrl, левая кнопка мыши, жмём, вытягиваем дубликат. Теперь немножко дубликат подровняем, как нам надо. Вот, можно вот так вот поставить, вот ровненько. Вот уже будет сфера. И жмём ещё Ctrl W. Назначаем, чтобы были разные полигруппы. Следом, заходим, делаем DynaMesh. Если DynaMesh не делается, отключаем Simple Projection Spot Line. Так, и жмём DynaMesh. Вот такая штука у нас получается. Теперь заходим в строк, жмём Curve Function и жмём Frame Mesh. Вот появилась, вы видите, что полоса разделяющая. Ну и теперь находим кисть, цепь и просто жмём на эту полосу. Также можно Draft Size сделать побольше размер. Именно цепь, какая нам нужна, крупная, мелкая. И следом, делаем ещё один вариант. Это заходим в Subtools. Заходим в Split и жмём Split Masked Points. Отделяем нашу цепь вот от этой модели. Теперь эту модель можно Delete. ОК. Вот получилось две цепи. Их можно потом перекрутить, сделать как вам хочется. Можно использовать две, разъединить их с помощью маски. Выделяете вот так вот, маскируете внутреннюю цепь и жмёте Ctrl W. Вот у вас теперь две цепи с разными полигруппами. Вот этим теперь можно пользоваться. Ctrl Shift. Отключаете, одну убираете, одну оставляете. Можно зайти теперь в Geometry, Modify Topology, DL Hidden. Удаляем скрытое. Назначаем этой цепи одну полигруппу. И с этим делом вот теперь можно работать. Можно её перекрутить, подставить к руке. Можно её резать, обрезать, как вам угодно. Вот таким вот образом можно всё это вертеть, крутить. Вот так вот ставить как-то. Чуть-чуть выводить в бок. Подгонять к руке. Ну, словом, здесь вы уже разберётесь. Вот такой вот первый способ. Допустим, вам нужны какие-то завихрения. Это уже заходим тогда, опять же, в Тулы. И находим вот этот Helix 3D. Заходим Initialize. И вот здесь немножко можно подшамонить. Вот так уменьшить. Где-то что-то прибавить. Где-то придать. Вот такие вот завихрения. Делать поуже. Словом, всё по прошлым видео. Вот так вот. Как-то вот так вот можно вывернуть. Ещё можно добавить где-то изгиб. Ещё вот так. Эту часть можно повернуть к руке. А вот эту часть можно немножко вот так вот развернуть. Заходим в следующий пункт. Уплотнить можно. Растянуть. Утончить. И так далее. Придать разный вид. Вы видите, что вот можно как лосось делать. Вот так вот. Вот с этим можно тоже поработать будет. Делаем Make Polymesh. Делаем в геометрии Dynamesh. Можно ещё Zermesh сделать. Всё. Теперь заходим в Subtools. Находим модель, с которой мы работаем. И вот сюда это дело всё подставляем. Append. И находим вот нашу вот эту заготовку. Теперь на неё переключаемся. Отключаем, что нам не нужно. И с помощью MOV повторяем ту же самую операцию. Вот где-то вот так её подставляем. Вот таким вот образом. Можно немножко где-то резко поработать и так далее. Вот давайте сначала обрежем всё это дело. Чтобы более-менее прикольное было. Ну и теперь назначаем Ctrl W и повторяем всё, что я уже показывал. Вот так всё это дело вытягиваем. Вот так вот. Назначаем ещё одну полигруппу. Ставим поле F. Теперь этой модели делаем Dynamesh в геометрии. И заходим в сток, Frame Mesh и цепь сюда вот так вот подставляем. Следом заходим, нажимаем в саптулах Split Masked Points. Находим нашу цепь вот эту, а вот эту модель удаляем. И вот у нас уже гнутая цепь выбираем, обрезаем та, которая нам нужна, подставляем. И уже в принципе с этим можно работать. Надо, чтобы вот здесь не замыкалось. Внимательней тоже будьте. Вот такой вот простенький вариант. Если вам что-то нужно удалить, то можно использовать уже маску. Так. Нажимаете, ставите маску и вот ненужную часть можно вот так вот замаскировать. Вот так вот. Назначить полигруппу Ctrl W. И уже, как я показывал, удалить. С помощью геометрии Modified Apology Delphidden. Следом можно еще даже, как она у нас тут выглядит, вот таким вот образом. Можно немножко еще тут поприбрать и уже добавить то, что нам надо. Вот можно вот так вот, оп. Ctrl W. И все это дело тоже можно удалить. Показываю опять же, как всегда, на скорую руку. Не придирайтесь к качеству. Вот так вот это дело все выглядит. Теперь вы его подставляете так, как вам надо. Вот так вот. К модели. И уже тут корректируете, подгоняете. Где-то можно поработать с Kyle, если цепь слишком толстая. Вот так вот. Где-то сделать, допустим, дубликат этой цепи. И потом уже, когда вы ее установили, где-то вот так вот дорастить. Вот таким образом. И еще немножко где-то там перекрутить, подогнать, убрать какие-то звенья. Это вы уже, наверное, сами разберетесь. Назначаем полигруппу, Ctrl W. И ее отключаем, удаляем. Жмем Del Hidden. Здесь уже звено можно подправить. И вы видите, что вот такая получается классная цепь. Ну, конечно, надо ее еще доработать, докорректировать. Варианты изгиба можно делать из чего угодно. С любой модели, с любого, так сказать, с любой детали. Все, всем пока, до свидания. Продолжение следует...